Там, где Творец еще не победил в человеческом сердце другие начала, могут быть катастрофы. И то, что случилось в нашем крае с таким человеком, это катастрофа. И эта боль, я думаю, каждого из нас, потому что человек творческий, человек энергичный, человек личность. И можно еще много сказать хороших слов и эпитетов, но вот что-то сломалось, что-то треснуло да так, что человек, выходит, добровольно ушел из жизни. Это трагедия всего общества Красноярского края, города Красноярска. Это трагедия и в духовном смысле, потому что человек нарушил заповедь о сохранении жизни, которую дал Господь. Но мы глубоко верим в милосердие Божье, в его любовь к жизни и к человеку, и снисхождение к его недостаткам, грехам. И надеемся, что милость Божья проявится к душе ушедшего от нас очень хорошего человека, скажу так, и ценного человека, как Алексей Михайлович Крешко. Его будет не хватать всегда, кто его знал, кто с ним дружил, кто к нему относился. Я только хочу сказать, что никто не должен себя винить в том, что не оказал помощь или не вмешался в его начало и действия. Здесь вмешался дьявол. И мы это узнаем, когда сами последуем путь земли, но естественным нормальным путем. У нас в православии есть чин утешения для людей, добровольно ушедших из жизни. Самоубийцы. Это позволяет близким, знакомым, родным за него молиться и дома, и в храме. Потому что всей душой мы и сердцем молим Господа о прощении раба Божьего Алексея и снисхождении к его участи в вечности. Не следует копошиться в его белье, не следует искать как ревизору причин. Следует принять это как трагедию, так оно и есть, и как обязанность помогать ему в вечной жизни. По-человечески я глубоко соболезную родным, несомненно, есть родственники, близким, знакомым. Дай Бог всем терпения, мужество и жизнь продолжается.